Обязанности детей перед родителями Трудоспособные дети, достигшие возраста 18 лет, должны заботиться о своих нетрудоспособных родителях. В понятие заботы входит не только материальная, но и физическая, моральная помощь. Родители, которые отдали детям свое здоровье, свою доброту, требовательность, ласку и справедливость, которые когда-то держали на своих руках этих маленьких крошек, гордились и умилялись тем, как они растут. До конца жизни будут нуждаться в своих детях, в их внимании и заботе. Родители, как и лучшие друзья, никогда не попросят лишнего, периодически проведать их, починить кран или сварить суп, поделиться своими успехами и неудачами, выслушать их совет. Вот все, что им нужно. В повседневной беготне мы порой забываем о них. Тем не менее, несмотря на то, что мы уже выросли, стали старше, что у нас появились собственные дети и внуки, мы все равно нуждаемся в них больше, чем сами это осознаем. Мы нуждаемся в том, чтобы нас пожурили, поправили, пожалели или похвалили. И никто, кроме родителей, не сможет сделать это лучше. Быть родителем – это значит уметь отдавать всего себя своему ребенку, вкладывать в него свою душу. Однако это не значит во всем попустительствовать ему. Иногда нужно выказывать строгость и жесткость, а иногда добро и ласку. Но всегда необходимо проявлять внимание к ребенку и заботу. Хорошо, когда у родителей есть взаимопонимание, которое особенно требуется в вопросах воспитания детей. И напротив, очень плохо, когда они не могут его достичь. Плохо, когда родители живут раздельно. Конечно, можно участвовать в воспитании ребенка на расстоянии, видеться с ним лишь периодически. Но такое воспитание гораздо менее эффективно, чем воспитание постоянное, каждодневное, исходящее от обоих родителей. Когда родители живут раздельно в силу объективных причин. Например, муж уехал на заработки, а жена осталась следить за детьми и за домом. Это находит понимание и у общественного мнения, и у детей. При этом недостаток внимания детям со стороны мужа как бы сглаживается. Поскольку все понимают, что иного выхода нет. Но когда родители живут отдельно из-за субъективных причин. Например, из-за отсутствия взаимопонимания. Которые они просто не в состоянии либо не хотят найти. Так как не желают пойти на взаимные уступки. Или когда жена, как в приведенных выше образцах. Уезжают жить к своей матери, разрушая собственную семью. Бросая жилье, нажитое добро, мужа. Потому что ей так проще, легче. То такие случаи заставляют задуматься о моральном облике подобных родителей. И о том, кого они смогут воспитать из своих детей. Тем не менее закон для всех одинаков. И он гласит, что все совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Это абсолютно правильно. Поскольку не было бы наших родителей. Не было бы нас. Дети не только должны уделять родителям свое время. Проявлять знаки внимания. Помогать по дому или по хозяйству. Но и оказывать им материальную помощь. Причем такую, чтобы обеспечить родителям с учетом их пенсии необходимое питание, лечение, минимальные потребности в одежде, ремонте жилья и другое. Вместе с тем необходимо учитывать, что если родитель был лишен родительских прав, то он не имеет права по закону рассчитывать на помощь ребенка, в отношении которого его лишили этих прав. Кроме того, если в суде при решении вопроса обзыскания алиментов совершеннолетнего трудоспособного ребенка в пользу нетрудоспособного родителя установлено, что этот родитель уклонялся от выполнения своих родительских обязанностей, то ребенок может быть освобожден от обязанностей по содержанию такого родителя. В заключении хочу подчеркнуть, что какие бы сложные времена ни были, мы должны оставаться людьми по отношению к родителям и престарелых людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok